Я взял все цифры официальные, посмотреть сколько у нас пропивают в год. Пропивают это на какую сумму у нас сегодня люди покупают в год алкоголь. Я имею в виду про внутренний рынок. На какую сумму покупаются сигареты. И вы знаете, я посчитал, что чтобы реально реанимировать спорт по всей стране, чтобы вот как Бельцах, потому что Бельцах сегодня спортивный город, по всей стране в принципе тишина. То есть есть только некоторые спортсмены, которые за счет родителей, спонсоров как-то себя проявили. И я придумал решение. Вот то, что вы предлагаете, и так должно быть. Оно заключается в следующем. 5% от оборота по продаже алкоголя и сигарет уходят на развитие спорта и молодежи. Я вам скажу даже цифра, которая получит. Это будет на развитие спорта и молодежи 380-390 миллионов лей в год. Половина этих денег будет уходить местным органам власти. Ну, на содержание секций, спортивных клубов. Половину мы должны остраивать в департаменте. Для чего? Нужно сегодня привозить коучера, который будет рассказывать молодежи, как зарабатывать деньги, имея там 50 евро в кармане или ничего, или родители отправляют деньги. А такой коучер стоит от 50 до 150 тысяч евро. У меня уже есть там определенные договоренности. И вот вы понимаете, что бутылка стоит 95. Бутылка вина 95 лей или 100 лей, вы понимаете, что это, ну, разницы никакой нет. Понимаете? Но сегодня, если мы дружно курием и дружно пьем, причем курием и пьем так, я очень много курю. В ближайшее время я сделаю все, чтобы быстро бросить. Но я понял, что я не курю, и можно считать, что не выпиваю, когда я взял, посмотрел все эти огромные суммы, которые граждане нашей страны тратят. Поэтому вот я вам сказал, вот так мы решим проблему поддержки молодежи и спорта на национальном уровне.